Запретить любую религиозную литературу и ограничить использование смартфонов в школах предлагают депутаты. Сегодня в Мажелисе представили законопроект, который должен уберечь детей как от идеологических, так и от физических угроз. Анна Абрамова расскажет подробнее. Экс-министр образования, а ныне депутат Нижней Палаты парламента, сегодня представил целый пакет поправок законодательства, который нацелен на то, чтобы защитить детей и подростков. Асхатой Магомбетов вместе с другими депутатами озабочены как состоянием учебных заведений, так и качеством самого процесса обучения. Парламентарии намерены узаконить запрет на использование литературы религиозного содержания в учебных заведениях. Школа-институт светский, напоминают депутаты, а потому читать там должны только те книги, которые содержат научные знания. Кроме того, учеников хотят оградить от влияния проповедников в организациях образования. Мы видим, что есть у нас факты, когда школы посещают разного рода проповедники, религиозные деятели, или, к сожалению, находится нет-нет какая-то религиозная литература. Если вы хотите читать религиозную литературу, ну, у вас есть родители, дети, они должны быть, конечно, до совершеннолетия защищены, потому что детям очень сложно делать выводы. Защитить детей намерены и от угроз физических. Для этого депутаты хотят внести в законодательство норму об обязательной регулярной проверке школ старой постройки. К примеру, если зданию больше 30 лет, то госорганы должны проверять его техническое состояние. В особенности кровли, лестничных пролетов и стен. Каждые 5 лет. Если за это ответственность должно нести государство, то вот за использование мобильных телефонов на уроках будут отвечать родители. Во время учебного процесса он должен учиться. Положил мобильный телефон в рюкзак на беззвучный режим, сконцентрировался на учебном процессе. Перемена. Пожалуйста, можешь вытащить телефон, позвонить маме, позвонить папе или другим образом использовать мобильный телефон. За нарушение этого ограничения предлагают назначить ответственность, но какую именно, пока не уточнили. В то же время депутаты считают, что до каких-либо наказаний дело не дойдет. По всей видимости, будут обходиться разъяснительными беседами с родителями. Кроме того, в законопроекте есть нормы об обязательной установке ограничительных механизмов на окна, чтобы минимизировать вероятность выпадения детей, и об усилении контроля над наставниками детей-сирот. Анна Абрамова, Тимирлан Нуртаза, Айбол Садуа, Столичное бюро КТК.